Встречайте гости и участники нашего кинофестиваля! Президент на суд зрителей и жюри представили режиссеры из 46 стран. Президентом 16-го кинофестиваля стран АТР стал особенно любимый приморцами актер Александр Михайлов. Артист, который начинал свой творческий путь во Владивостоке, занял почетный пост кинофорума в год 80-летия со дня образования Приморского края. Участие в церемонии открытия Pacific Meridian приняли председатель конкурсной программы этого года режиссер Алексей Герман-младший, ведущий сценарист Александр Гордон, который представил на кинофестивале свой фильм «Дядя Саша», режиссер Дмитрий Астрахан, актрисы Елена Проклова, Ольга Прокофьева, Ксения Лаврова-Глинка, Юлия Такшина, а почетной гостью фестиваля стала американская актриса Энди Макдауэлл. Российскому зрителю она особенно известна ролями в картинах «День сурка», «Гудзонский ястреб», «Секс, ложь и видео». Я очень рада, что удалось приехать в ваш замечательный город. Мне в жизни повезло, что я стала актрисой и могу путешествовать по миру, знакомиться с разными людьми. Кино дает мне удивительную возможность рассказывать разные истории, передавая в них боль и радость. Я желаю всем удачи! Первый приз «Меридианов-2018» – награду губернатора Приморского края 9288 километров, который символизирует расстояние между Владивостоком и Москвой, вручили Александру Михайлову. Фестивальную программу и мероприятие кинотуров самого значимого культурного события осени посетили более 20 тысяч зрителей Приморья. А самым интригующим моментом кинофестиваля неизменно остается церемония закрытия. С минуты на минуту на синюю ковровую дорожку кинофестиваля «Пасифик Меридиан» выйдут любимые артисты и участники кинофестиваля. А это значит, что начнется торжественная церемония закрытия «Пасифик Меридиан-2018». Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» – это конкурс полнометражного и короткометражного кино. Для меня это фантастический опыт, невероятно позитивный. Это время моей сердечной радости и душевного отдыха. Я принимала участие в кинотурах, и, конечно, это невероятные ощущения, потому что фантастические люди. Это было незабываемо. Несколько городов, шесть встреч, и залы все разные. И были подростки, были люди старшего поколения, были военные, как я их называла, гусары. И это было так разнообразно и так интересно, и так душевно, и волшебно. Я благодарна фестивалю за это общение. Невероятная атмосфера слияния культур, жанров и вдохновения. Режиссер фильма «Закрытие». Вчера, и вчера у меня вот здесь был полный зал, потому что это все-таки спецпоказ. Я не участвую ни в конкурсной программе, ни в какой. В рамках фестиваля мы делаем предпремьеру фильма. Релиз у него 18 октября. И мне очень важно посмотреть, как же зритель будет он голосовать своим рублем за мою картину. И вообще попадает ли эта возможность увидеть глаза, услышать, что тебе сказали, полный зал или нет. Но одного сеанса не хватило. Пришлось открыть в Буссурии еще два. И значит, все в порядке. Во Владивостоке у меня все в порядке, как и у вас. И я хочу, если в следующий раз тоже сюда пригласят, конечно, то с удовольствием. Всех благ вам. Вы живете в волшебном таком краю, понимаете ли. Такая природная. Ну, нет, нет. Я родился в Сибири, но как-то здесь это великолепно. Почетными гостями церемонии закрытия кинофестиваля стали голливудские актеры Стивен Сигал и Эрик Робертс. Стивен Сигал поделился, его предки родом из Владивостока. Я полюбил Владивосток, семья моего отца отсюда. И было очень приятно приехать сюда. Кинофестиваль – это потрясающее впечатление. Я надеюсь вернуться в следующем году. Эрик Робертс признался, он побывал на множестве кинофестивалей, встречал немало талантливых людей. Но на Меридианах Тихова впервые почувствовал себя как дома. Очень уютный, теплый этот город. Словно объятие дородной, доброй бабушки. Полный кайф. Всем мира! Звездная ковровая дорожка закончилась. И сейчас самое главное событие кинофестиваля Меридианы Тихова – объявление фильмов победителей. 12 наград 16-го кинофестиваля «Страна ТР» увезли с собой режиссеры из России, Филиппин, Белоруссии, Китая, Тайваня, Канады. Специальный приз жюри достался картине «Календарь» Игоря Поплаухина. Пресс имени Юла Бринера получил фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. Награду «Фипреси» за лучший полнометражный фильм вручили режиссеру Чай Цензи за картину «Овдовевшая ведьма». Лучшей короткометражной работой признали ленту «Ярко-рыжий» режиссера Жереми Конта. А зрители отдали свои голоса киноработе «Дарьи Жук» «Хрусталь». Завершение кинофестиваля по традиции ознаменовал удар в рынду. После чего публике представили фильм «Закрытие на районе» с Данилой Козловским, который снимали во Владивостоке. Анна Бережная, Дмитрий Беломеснов, Сергей Туласиев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.